Ребят, очередной обзорчик, как обычно, вечер, пришли, как обычно, с работы. Заходим в пятерочку и вижу такую водку, добрая медведь, прямо... Я ее не пробовал, соответственно, взял, ребят. По цене скажу чуть позже и, соответственно, к какому разнюю тоже. Вливаем пробы, встречает нас... Опа! Стреляет, что-то товарища пирата зацепила, но потом мы ее поднимем. Прямо в сердце. Никто не ожидал, что такой выставок будет. Ребят, по поводу первой, без закуски, не знаю. Просто тут селедочка, огурчики, не хочу. Закушу в любом случае. Это не повлияет на мою цену, честно. Чисто водочкой пахнет. Ну, по аромату чуть-чуть, как будто бы жесткователем-то будет. Но, опять же, как по аромату можно определить, ребят. Поехали. Кстати, довольно-таки ничего пьется-то. Даже, смотрите, не то, что я беру прямо закусить. Ребят, солененькие огурчики с маслицем, подсолнечным, с лучком. А не до того соленая жена. Знаете, огурчики с ядрецой такой. Ну что, ребят, составчик. Походная увеличилочка. Я так не разыгрывал, с какой стороны ее увеличил. Сустав. Вода. О, классно. Подготовленная, исправленная. Спирт этиловый из пищевого сырья Люкс. Настой спиртованный с цветков липая. Мед натуральный. То есть, мед не липовый, а просто настой цветков. Так, что еще? Изготовитель Ольбрус. Спирт. Льду спирт. Место нахождения. Кабардино-Балкария, республика. Кабардино-Балкарская республика, Чигенский район, город Чиген. Адрес производства в Ставропольском крае делают, либо республика Кабардино-Балкария. В общем, с Кавказа, ребят, водочка с Кавказа. Добрая медведь. Водка России, произведено в России. В гармонии с природой тут мед, челка, контроль вскрытия, эко-продукты, л-типи, 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 л-типи. Не сказать, что плохая, обычная водка. Поехали. 38 оборотов. О, ребят, только что заметил, 38. Не 40, а 2 градуса украли. Кто-то скажет. На самом деле, 38 доказано, она чуть-чуть мягче. Так, селедочку, ребят. Какой аромат. Эту аппликацию шедевр я вот так сделаю, смотрите. Пусть от меня луком будет пахнуть. Ребят, чуть горлышко приболел что-то. Не то, что приболел, першит. Поэтому, всякие лучки мне в тему. Что, ребят, обзорчик, наверное, затягивать не буду. Почему? Как вы знаете, когда водка средненькая, обычная, то что про нее рассказывать? Нормально сейчас у нас там картошечка варится, пирожка делается, бедрышки в этом. И пока все готовится, решил обзорчик записать. Ну и по традиции, третью, надо же товарищ оператору тоже попробовать как-то. А то она сидит, смотрит, как она там пойдет. Я же один тоже пить не могу, ребят. Даже с вами на камер. Пробуем, что у нас из этого выйдет. Так, ничего, вроде две рюмочки выпил, по башке треснуло, ребят. По половинке, даже, можно сказать, рюмочку. Так, представляете. Ну, в принципе, спирт-люкс, ребят. Не альфа, имейте в виду. Ну, поехали быть домой, ребят. Спасибо, что смотрите. Чин-чин. Чтобы у нас все было, из-за этого нам ничего не было. Я чуть болезненный, поэтому мне, может, чуть-чуть занижено. Как тебе? Спиртозность прям такая присутствует. Ну, жестковатенькая, жесткая водочка, да? Угу. Что это, ребят, доказательство? Водочка жесткая, поэтому баллон. От меня она получает удовлетворительно. Ну, то есть, из 5-3, из 10, ну, не знаю, 5-6. Ну, в общем, ну, 6 может. Ну, 6-5. Ну, удовлетворительно, ребят. Значит, к применению не рекомендуется. Но в вашем бы случае, я бы, кстати, по цене, ребят, 300 рублей, 299, он в пятерочке ценник. На низком уровне, ну, ребят, добавьте вы 50 рублей, купите вы, там, не знаю, деревеньку, массу других водок. Корн кукурузная, там есть 340, ну, как-то так. Ну, водочка обычная, простенькая. А водка нормальная, вы от нее не отравите. Спирт, люкс, там, медик, все присутствует. Ну, чуть-чуть она по резкости, несмотря на их, не 38, резкая водка. Все 40 с лишним, наверное. Да, как будто бы там чуть ли не 45, резкая водка. Поэтому, ребят, 5-6 баллов. Ну, то есть, удовлетворительная оценочка. В следующий раз я ее, конечно, не возьму. Ну, как бы, бывают и такие экземпляры, ребят. Но, отдать должное, выглядит классно. Тобой медведь такая, знаете, все. Ну, к сожалению, для меня, ребят, субъективное мнение. Ничего не имею против производителя от слова совсем. Может, кто любит резкие такие, ух, ядреные водочки, то зайдет. Но мне не заходит, ребят. Поэтому, как-то так. Удовлетворительно встретимся, ребятушки, в новых обзорчиках. Ставьте лайки. Вам мелочи неприятны. И пишите комменты, какую бутылочку очередную вы хотите, чтобы я обозрел. Учту все пожелания. На все комментарии отвечу. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в новых видосах. Пока-пока. Пока.